Было и обращение, и обращение в адрес президента по данному направлению. Обращение поступило и в Минспорт, мы его просмотрели тщательно. В настоящий момент по информации администрации этот вопрос взяли все на контроль. В настоящий момент данная спортивная площадка находится в частной собственности. И процедура, так скажем, этого застройщика, который здесь строил эти дома, он находится в стадии банкротства. Как только по итогам прохождения этой процедуры банкротства, я думаю, с администрацией мы просмотрим, что сделать дальше и как это будет развиваться дальше. В нашей семье нет маленьких детей, но поскольку я работник образования, я вижу то, что я сейчас на пенсии, но все дело в том, что всю жизнь работала с детьми. И я вижу вот то безобразие, которое может закончиться просто, знаете, ситуацией трагической для детей. Почему? Потому что здесь в теплое время года, и когда вот, предположим, другая немножко погода, собирается огромное количество детей. У нас очень много детей, где-то порядка 600. Разном возрасте, более много подрастающих. И когда они любители мальчишки играть в футбол, это понятно в таком возрасте, и часто через мячи, значит, через забор попадают местные жители вот на той стороне и жалуются и так далее. Там и собаки есть, и ребятишки прыгают. А как они не поломали там себе ни ноги, ни разбивают ничего, это просто, знаете, вот на Господа надо надеяться. На встречу с жителями микрорайона «Солнечный» приехали представители Раменской администрации по вопросу начала строительства спортивной площадки на улице Лучистая. А ситуация на сегодняшний день следующая. Данный участок земли пока находится в собственности застройщика. Началась процедура отказа от участка. На это потребуется не менее двух месяцев. По состоянию на 27 июня на земельном участке числилось 57 обременений в пользу участников вдалевого строительства по Сбербанке. На сегодняшний день они сняли уже 45 обременений и 12 обременений должны снять до 1 августа. Правильно подтверждаете? Два обременения было уже. Да, да, сегодня подтверждаю. Мы провели сверху, было 15 обременений, которые Росреестр не снял. Да, ну 12 уже осталось. До 1 августа, вот, ну, в письме официально написано, подписано, вот, старуху Вячеславовичу. Как только эти обременения будут сняты, Рамстрой подает заявление в органы Росрегистрации о снятии права собственности на данный земельный участок. После снятия права собственности, соответственно, мы снимаем данный земельный участок с кадастра, с кадастра. И можем осуществлять здесь любую деятельность и финансировать из бюджета городского поселения Раменска. По словам Андрея Кулакова, из бюджета городского поселения Раменска уже выделено 3 миллиона рублей, и проект строительства площадки с жителями согласован. Но по закону к строительству приступить нельзя, пока данный участок земли не будет передан в собственность муниципалитета. Когда к нам обратились жители, мы выехали на место, посмотрели, определили фронт работ, согласовали проект этого благоустройства с жителями, выделили деньги, которые сейчас находятся в бюджете и могут использоваться. Но, к сожалению, ситуация сложилась так и оказалось, что данный земельный участок находится в собственности конкретного юридического лица, который занимался застройкой данного жилого комплекса. После того, как стало понятно, понятно, что мы эти деньги не смогли реализовать, поскольку на чужую собственность мы не можем направить свои бюджетные средства. Мы совместно с застройщиком начали процедуру отказа застройщика от права собственности на данный земельный участок. На следующий день эта процедура ведется. И еще нам потребуется, по моим оценкам, порядка двух месяцев для того, чтобы окончательно завершить эту процедуру. После этого, соответственно, муниципалитет сможет на законном основании выделять денежные средства на данную площадку для того, чтобы привести ее в нормативное состояние. Эта же территория обслуживает управляющая компания? Я предлагаю сделать временное ограждение, чтобы не улетали мячи и наши дети туда не лазили. Давайте, в рамках... Времени надо. В рамках корнику сделать. Ну, давайте я договорю просто. В рамках, пока правовое поле решается, сделать временное, чтобы пока дети туда не лазили. Силами управляющей компании. Правовое поле это позволяет. Балашки с вопросом о свалке решили в один день с вопросами о рамках правового поля. Поэтому приступить, мне кажется, к возведению нормальных ограждений можно с 1 октября. Правильно, совершенно у вас мнение. А капитальным почему нельзя? Деньги есть, проект есть. Послушайте, капитальным нельзя. Я вам уже объяснил. А неужели это непонятно? Я еще раз. Земля все равно же ваша. Это не наша земля. Это земля рамстроя. А когда деньги уделяли, вы не знали, что это не нужно. Чтобы пока идут... Нет, подожди, дайте я сейчас отвечу. Отвечу. Хорошо, давайте в следующем образом договариваемся. Мы сейчас и с управляющей компанией посмотрим, поработаем. И, скажем так, найдем возможность действительно вот эту сторону за забор какое-то временное ограждение поставить. Я думаю, мы сможем это сделать. Но за счет источников, которые будут привлечены, может быть, с управляющей компанией. То, что я сейчас на камеру говорю, что после того, как в земельный участок у нас будет собственности, вы тоже вопрос задали, что это то, что временно, постоянного не будет. Я вот сейчас на две камеры говорю о том, что как только в земельный участок у нас будет собственности, мы запускаем процедуры, значит, аукцион. Все, в этом году делаем. Нет, я не могу так сказать, потому что я не уверен во временном промежутке. Еще раз говорю, я не хочу делать плохо. Если мы выйдем в зиму, зачем нам зимой делать? Мы лучше весной, спокойно, совершенно, при нормальной погоде, при нормальных температурных условиях. А вы знаете, зимой дети тоже лазят через забор. Если мы сейчас с помощью, может быть, застройщика и управляющей компании сделаем временное ограждение, наверное, это спасет ситуацию. Правильно? В отношении строительства спортивной площадки глава района особо подчеркнул, что после проведения всех соответствующих процедур, предшествующих физическому выполнению работ, муниципалитет сможет на законном основании выделить денежные средства на строительство площадки. Алексей Гущин и Ольга Скрябина для программы Городские вести.